Итак, друзья, вот у этого здания я остановилась не зря, я вам его показываю. Почему? Потому что именно в этом здании был открыт первый во всем мире профессиональный театр для детей. У нас в России называют театр юного зрителя. И считается, что вот именно здесь, в Саратове, это был самый первый во всем мире детский театр. Вот так. Вот чем известен Саратов еще одно, скажем, такое событие, достопримечательность. Ну как, это, конечно, здание, до этого принадлежало оно не Тюзу. Открыли его, по-моему, в 1918 году. Но раньше в этом здании находилось что-то другое. Вот это здание, кстати, потом сгорело. Вот сейчас я смотрю, его реставрируют. Вот, к сожалению, это, конечно, был большой шок для саратовчан, когда сгорело театр. Но сейчас у нас построили новое здание театра. Не знаю, дойду я до него или нет, я вам покажу. Вот, здесь даже есть вывеска. Посмотрите. Если не верите. Саратовский Тюз, первый в мире детский театр с 1943 по 1996 год. Имени Киселева. Народный артист СССР Юрий Петрович Киселев возглавлял. Сейчас я постараюсь, конечно, дойти до нового здания, показать новый здание, где теперь находится театр юного зрителя. Я так думаю, что пока это здание на реставрации, все-таки это реставрируют и будут продолжать здесь представление. Но сейчас я постараюсь до него дойти. Немножечко к этому можем пройти еще. Он также здесь находится в центре, но немножко подальше. Ну, это я иду опять же сейчас до Тюза. Хочу дойти до Тюза. Иду по улице Вольская. Также это центральная улица. Вот проспект. Он такой прямой, и его пересекают несколько улиц, на которых находятся также старинные исторические здания. Немножко покажу. Вот так. Здесь что-то видно будет. Немножко на деревьях. На деревьях у меня не особо видно. И тут, кстати, тоже чей-то особняк был, но уже я сейчас не вспомню, чей именно. Дошла. Вот я вот там, видите, здесь совсем недалеко. Прям заворачиваешь и сразу на Большой Казачий. Сейчас я заверну, покажу это с другой стороны. Пока поснимаю, можете посмотреть старинные дворики, стареньких домиков. Так вот, я дошла наконец-то до нового здания Театра Юного Зрителя. Открыто, по-моему, оно было в 2011 году. Насколько я помню. Ну что же, это здание строилось, оно 25 лет. Оно огромное очень, это здание. Я внутри еще не была. Вот так я его вижу, конечно. Первый раз вот так во всем, скажем, во всей красе, вот со всеми цветочками. Все очень облагородили, красиво. Это был долгострой. Что тут говорить. Строилось 25 лет. Было заморожено. Еще должны были построить, когда мы еще были детьми. Мы должны были ходить сюда на представление. Я помню, когда нам сказали, что будет строиться Театр Юного Зрителя. Мы все так были рады. Новое здание, ура! Ну вот прошло 25 лет. И это здание наконец-то построили. Такое вот оно теперь величественное. Здание Театра Юного Зрителя. Имени Киселева. Саратовский Академический Театр. Вот, весь такой. Ну я думаю, там, наверное, очень красиво внутри. Заходить не буду. Не пустят все равно. Разрешение, наверное, надо просить. Но я не попросила. Ну ладно. Ну вот. Вот такой вот у нас театр. Вообще, Саратов это очень театральный город. У нас несколько театров. Вот Театр Юного Зрителя. Театр Драматический Театр. Театр Оперы и Балета. Ну, в общем, такой театральный студенческий город. Очень много вузов. Медицинский, юридический, экономический, аграрный, политехнический. Ну, так что вот так. В общем, много здесь всего есть интересного. Так что приезжайте в гости. И вам будет что посмотреть. Вам будет на что посмотреть. Это точно. Вот видите, какой большой театр. Вот лица аж до туда. Очень рады, что его наконец-то построили. И детки могут ходить и наслаждаться спектаклями. Но я думаю, что здесь не только детки ходят. Я смотрю, 16-ти плюс премьера какая-то идет. Так что я думаю, что, наверное, здесь и другие представления идут. Это также центр, это вот улица Чапаева. Здесь же рядышком находится у нас торговый центр арена. Ну, и дальше там у нас идет Московская. Это, может быть, я как-нибудь дойду в следующий раз. Потому что это уже будет совсем другая история. За один день не обойдешь весь город.